У меня не такой умный доклад и короче будет, к счастью. Я расскажу, как иммютабилити... Да, виден, я счастлив. Значит, во-первых, начнем... Знаете ли вы, что такое дом? Я думаю, знаете, манипуляция с XML. Значит, слева вверху вы видите пример XML документа. Справа внизу вы видите документ такой же, но с изменениями. Одну строчку мы изменили. Это гараж, в нем автомобиль. И мы хотим посчитать, сколько у нас автомобилей немецких производителей. Для того, чтобы это посчитать, мы должны их как-то обойти последовательно и эту цифру поставить вверх в атрибут караж, DE, двоечка. То есть двоечка, значит, сколько их там, где кантри указано DE. Первый способ это сделать – это дом. Document object model. В Java есть API. Кто пользуется таким вот механизмом? Кто вообще с XML работает, скажите? Здорово. И кто пользуется механизмом вот таким через дом, через это API? Но не через Java. Кто-то в Java это делает, и это выглядит примерно так. Я давно не делал это через дом, но я написал код, он примерно должен так выглядеть. Мы идем по циклу, перебираем. Сначала мы их достаем, эти все child элементы, потом мы идем по циклу и в итоге записываем в конце этот атрибут. Это первый способ. Есть более удобный способ, который, мне кажется, который мы используем. Я вам сейчас покажу, где. Называется XSL. Кто сталкивается с таким языком, как XSL? Ну, несколько человек. Здорово. Он делает ровно то же самое. Слева пример, с чего мы стартуем. Слева внизу пример того, что мы получаем. А справа язык. Это язык, вполне себе полноценный язык, функциональный язык, в котором определяется, каким должен быть выход, исходя из того, какой у нас слева результат. Ну, синтаксис можете не вникать, но суть в том, что это программа на функциональном языке, а не императивном, как было до этого. До этого мы последовательно шли по шагам, команда за командой, меняли документ. Справа мы просто определяем некие паттерны, темплейты у них это называются, некие темплейты, которые фактически являются функциями. И мы говорим, что эту функцию стоит запустить на таком входящем наборе данных, и результат должен получиться вот таким. Должен получиться. И он таким получается. Используется XSL машина, XSL процессор. Я сейчас про него расскажу. И он выдает слева результат. А теперь есть третий способ, который тоже интересный, называется assembly. Кто с этим сталкивался? Это такой язык, я его сделал когда-то много лет назад. Такой несложный язык для манипулирования XML. На вход у нас XML, справа у нас программа на этом языке, на этом языке assembly, язык императивный, скриптовой, команда за командой, она еще короче. Если в первом варианте вы видели, как сложно достаточно это делать, нужно двигаться по этому XML документу, от элемента к элементу. Во втором случае было чуть лучше, потому что функциональный язык. В третьем случае, мне кажется, совсем просто. Это всего лишь две команды. Первой командой мы переходим в элемент гараж, а второй командой мы говорим, добавь атрибут DE и поставь его в значение, которое является результатом выполнения этого XPath выражения. Кто знает, что такое XPath? Многие знают. Это выражение, которое к XML документам применяется, оно вычисляется, тоже функциональный такой язык, микро язык, и в результате сохраняется. Вот QR-код, можете посмотреть такой проект. Но доклад не об этом. Это я вам рассказал три способа, как мне известно, их на самом деле больше, модификации XML документа. Теперь дальше идем. Теперь я вам расскажу, как работает компилятор EOLANG. Мы такой делаем свой язык. Кто с этим языком сталкивался? Кто про него слышал хотя бы? Мы делаем свой язык программирования. Уже, наверное, пятый год этим занимаемся. Активно занимаемся полтора года последний. Значит, как он работает? Как мы написали его компилятор? Который, мне кажется, сделан достаточно уникально. Я не видел других компиляторов, которые так работают. Значит, как он работает? Первое. Он получает на вход программу на языке EO. Эта программа на языке EO парсится antler parser. Кто знает, что такое antler parser? Сталкивались, наверное, для написания каких-то синтаксических разборов. Antler – это программа, которая… Тут я даже не перечислил. Antler – это программа, библиотека на Java, которой вы задаете… На ее языке программируете синтаксис, программируете грамматику того входящего языка, который вы хотите понимать. И она вам генерирует на Java такой сложный-сложный Java код, который умеет парсить ваш входящий код. Вот мы на этом antler написали свой парсер. На вход приходит EO, программа на EO. Я вам сейчас через пару минут ее покажу. А на выходе мы имеем XML. Мы его называли XMIR, но на самом деле это XML. Такой несложный XML документ. То есть мы берем входящий язык. Представьте, если бы это была Java. У вас на входе Java, а справа у вас XML, который строго показывает, какая это Java, что там внутри в этой Java. То есть каждый класс – это элемент, атрибут – это элемент и так далее. То есть он строит полно структурированную модель исходного языка. Следующим шагом мы берем этот XMIR и используя Saxon. Saxon – это та библиотека, которую я вам обещал показать. Это библиотека для XSL-манипуляций. И вот мы берем к нашему одному XML документу, который мы получили после парсинга, применяем XSL-трансформацию и получаем другой XML-документ. И так мы делаем… Нажми еще раз. И так мы делаем несколько раз. И в том числе мы делаем как XSL-трансформации, мы применяем так и эти XM-ли иногда трансформации. И еще пару нажатий. И так у нас больше 30 шагов выполняется. То есть у нас происходит парсинг исходного текста в XML и дальше много трансформаций через XML. То есть у нас компилятор построен как линейка XSL-трансформации. В итоге мы получаем XML на выходе. На входе у нас исходный язык на нашем языке, программа на нашем языке. На выходе XML. Она прошла через несколько десятков, больше 30 трансформаций. Мы получили XML и после этого XML финального мы делаем Java. Тоже XSL-транслируем из этого XML-формата. Делаем исходник на Java. И последний шаг. Мы компилируем Java в байт-код. Стандартным компилятором. Получается мы из EO делаем байт-код. Но красота этого такого компиляции, по нашему мнению, мы видим последовательно, как это проходит через все трансформации. То есть компилятор является для нас не черным ящиком, как многие компиляторы. И понять, что там внутри происходит, сложнее, потому что нужно внутри какой-то дебаггинг вести, нужно какой-то трейсинг того, что они делают. В общем, на мой взгляд, сложнее. А здесь мы видим прозрачно каждый шаг. У нас написан на простом языке, достаточно функциональном этом XSL. И шаг за шагом мы видим, как проходит от исходного языка до байт-кода. Это как работает наш компилятор. Если вас интересно знать, как идет разработка его, можете присоединиться к Telegram-каналу. Мы там ведем активно новые версии, выкладываем. В общем, если вам будет интересно, это все open source. Вы сможете присоединиться. Телеграм-группа называется Polystat. И теперь я вам покажу, собственно, о чем этот доклад я хотел рассказать. Теперь смотрите пример. Я вам расскажу, как мы на Java сумели соединить вот эти трансформации, эти XSL-трансформации в одну длинную линейку. Нам их нужно, помните, сделать 30 штук. Нам нужно иметь 30 этих XSL-программ. Каждая программа должна примениться одна за другую. Вот они должны в таком неком пайплайне сработать. Одна за другой. Вот на входе наша программа на EO. Вот так она выглядит. Наш синтаксис несколько нестандартный. Но представьте себе, что это класс, который называется app. И в нем два атрибута, x и x. Это ошибка. В программе допущена ошибка. Два атрибута с именем x не может быть. То есть ошибка не синтаксическая. Синтаксис не может ее поймать, потому что синтаксически программа верная. Но она семантически неверная, потому что два x в одном объекте их не может быть. Что мы делаем? Мы эту программу транслируем в xml. xml слева внизу. Этот первый шаг делается этим самым antelar. Через antelar трансформацию мы получаем xml. xml слева выглядит примерно так. Программа, объекты, объект app, name x, name x. Такая структура программы. Если слева была она на языке EO, то дальше она уже на xml. Дальше у нас есть xsl, программка небольшая, которая, не смотрите внимательно на ее синтаксис, просто она так примерно написана, она пройдет по этому xml и сделает вот так. Она добавит еще один элемент, который называется error. То есть мы пройдем чекинг нашей программы, сделаем xsl, и если там error есть, если там дублируется атрибут, то она добавит еще одну строчку, собственно, в эту же программу. То есть мы программу, был исходный код, получили xml, потом преобразовали через xsl, получили тот же xml, но уже с добавленной строчкой. Там ошибка. И дальше мы можем эту ошибку найти уже на выходе и сказать пользователь, напечатать это пользователь. Вот вы допустили ошибку, программа у вас невалидна. Вот такой механизм. Значит, как мы это делаем? Вот представьте себе, внизу программа в примитивном приближении, она работает у нас так. Мы сделали такой некий train. То есть train – это коллекция этих трансформаций. Каждую трансформацию мы назвали shift, а коллекцию их трансформаций назвали train. Ну, представьте, как в java есть коллекция, эти элементы. Вот мы обозвали эту коллекцию трансформацией train, а каждую трансформацию shift, то есть перед такой некий сдвиг из одного в xml в другой xml. Каждый shift он принимает на вход xml и возвращает xml. xml туда, xml обратно, xml туда, xml обратно. А train, он через метод with, он набирает эти shift. То есть можно сделать, создать сначала дефолтный train, первая строчка из кода, потом сделать xsl документ, xsl документ, он загрузит весь этот style shift, допустим, из строки. Потом мы делаем этот shift, заворачиваем в такой st. st – это префикс для… от shift – st. То есть st и xsl – это, собственно, объект, который умеет принимать xml на входе, прикладывать к нему вот эту вот xsl трансформацию и выдавать новый xml. Потом мы делаем before – это то, с чего мы стартовали, этот гараж или какая-то наша программа на его. И after, есть еще один класс, xsl line мы его назвали, то есть это именно тот самый pipeline или xsl pipeline. Мы в него инкапсулируем train, вызываем метод pass, даем ему то, что было before, и он 28 или 128 трансформаций пробегает, все эти shift и возвращает конечные xml. В принципе, тривиальная имплементация. Здесь никакой магии нет. Обычная java – тривиальный подход. А дальше начинается самое интересное. Представьте себе наши любимые декораторы. Вот мы делаем это уже ближе к реальному коду. Мы сделали tr-default, дефолтный train, он пустой. Дальше мы к нему прибавляем одну трансформацию, другую трансформацию, третью. Каждая трансформация, не всегда она будет st-xsl, она будет иногда задекорирована кем-то. Например, st-logged, она будет логировать в консоль переход. То есть мы хотим видеть на каждой трансформации, как пришел xml, во что он превратился. Мы хотим это в лог напечатать. Еще, например, st-fast. st-fast, она делает трансформацию на xsl. Если эта трансформация заняла больше, чем 100 миллисекунд, она печатает сообщение о предупреждении в консоль. Помогает нам для дебаггинга. То есть мы 30 трансформаций проходим, три из них напишут. Она была слишком долгая, она была слишком долгая. Для дебаггинга это полезно. Допустим, st-endless. st-endless, она возьмет трансформацию, сделает xsl, посмотрит, произошли ли какие-то изменения с xml. Если произошли, она сделает ее же еще раз. Опять посмотрит, произошли, произошли, она ее же еще раз. Такая бесконечная. Иногда это полезно в xsl подходе. Он функциональный язык. Иногда он должен много раз себя применить, прежде чем все изменения будет достаточно. И документ успокоится, и больше изменений туда применяться уже будет невозможно. Этой трансформации. Вот endless, он делает именно это. Он такой бесконечный цикл. И так далее. Каждый элемент может быть задекорирован. Ну или, например, внизу такой последний пример уже с этими скобочками. То есть внутри находится st-xsl, который делает саму трансформацию. Потом endless мы его крутим, логинг мы логируем, что получается. И st-fast мы еще и контролируем, как долго это все происходило. Такие три декоратора, которые нам помогают. И получается такая конструкция достаточно громоздкая. Следующий шаг. Возникла мысль, а давайте мы сократим размер этой конструкции, сделаем ее покороче. Давайте мы задекорируем сам train. Если мы задекорируем, вот смотрите, слева код, который сначала был. Слева мы имеем что до, справа что после. Слева код, в нем мы сделали дефолтный train, пустую конструкцию. Потом добавили в эту конструкцию один, этот shift, который берет из класс пасса, берет xsl документ, загружает его из класс пасса, находит его там. Там мы в java находимся, он находит там этот документ и он готов к использованию. И вот мы его декорируем logged и декорируем fast. И внизу мы делаем то же самое. То есть мы делаем одни и те же, применяем одни и те же декораторы к двум разным этим shift. И возникает вопрос, ну это если их два, еще можно это стерпеть. Но если их 30, то мы сделаем таких 30 одинаковых блоков кода. Мы каждый этот st class пасс мы будем декорировать, заворачивать в одинаковые 3-4 декоратора. А давайте задекорируем сам train. И когда в этот train через with будет приходить какой-то shift, он будет его декорировать 1, 2, 3, 4 раза, сколько нужно. И мы их сделаем, получилось из st fast, st logged. Мы сделали tr logged и tr fast и задекорировали этот дефолтный train. И теперь train строить проще. Мы делаем train, какой-то там tr1, он же, и к нему with, with. Оба этих будут завернуты в и logged, и fast. Мы декорируем само хранилище, а не элементы поэлементно. Следующий шаг. Давайте мы еще уменьшим количество вот этого шума в коде. Слева мы имеем то, что мы сейчас обсудили. Допустим, вот такой код. Это я уже приближаюсь к реальности. Имена уже похожи на то, что у нас на самом деле есть. Мы построили этот контейнер, фактически этот train. И потом к нему добавили 4 раза один и тот же, одного и того же типа. Это stk class pass. Находим их в class pass и добавляем 4 раза. А что если мы сделаем такой fit? Здесь входят дженерики. То, о чем самое интересное, хотелось рассказать. Сначала мы делаем train, который хранит в себе… Во-первых, мы его типизуем. Он становится generic. То есть у нас дефолтный train хранит в себе шифты. А мы делаем новый train, tr class pass, который хранит в себе строки. То есть у него тип стринг. Видите, train t2, он со стрингом. Он тоже train, но он как коллекция, но он умеет хранить стринги. И поэтому команда with, оператор этот метод with, принимает теперь уже строчки. Не шифты, а строчки. А в конце, когда мы закончили, когда мы их добавляем, мы добавим новый метод back, который возвращает нам, который делает все эти прообразования и возвращает нас назад к исходному типу, который нам нужен. Нам же нужен train shift для того, чтобы сделать все трансформации. И мы через это вот такое инверсное движение в обратную сторону от типов к типам. Здесь мы типы сделали нам более удобными. А потом через back метод мы его возвращаем назад. Сейчас я покажу, откуда этот метод back пришел. Вот это так назвал я backward transition of types. Слева мы имеем тот код, который вы только что видели. А справа смотрите, как это в виде типов реализовано. Интерфейс train у нас становится типизированный с t. У него есть тот же метод with, который и был, с extra этим, extra называется, то есть с новым шифтом, который приходит. И в нем внутри интерфейс temporary. Этот интерфейс tr-class pass имплементирует и train, и temporary, то есть такой класс, который возвращает нас, позволяет нам вернуться назад. То есть метод back внутри этого tr-class pass, он от этого типа temporary. Это сделано для чего? Потому что, как мне кажется, в OOP здорово, когда классы имплементируют только… В классах есть только те методы, которые пришли из интерфейсов. Тогда этими классами удобно пользоваться. Чтобы в классе не было методов, которые не из интерфейсов. Все методы должны быть с override. Мне кажется, это правильный стиль программирования. Когда в классе у нас все методы с override. Если у нас метод есть без override, это значит, что его использование усиливает каплинг между классами. Мы уже не к типам привязаны, а мы привязаны жестко к классу. Поэтому стараться нужно, чтобы всегда в классе были все методы, которые у вас есть, были все override. Ну, в Java, по крайней мере. То есть не все были через интерфейс к нам пришедший, через тип. Предпоследний слайд. Следующий еще более навернутый пример. Допустим, слева у нас, да, мы можем сделать добавление не через поштучный этот wish, 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 а добавлять сразу группой. И для этого сделали еще более сложную конструкцию. Первой строчкой мы делаем дефолтный контейнер из этих, дефолтный трейн из шифтов. Потом мы делаем класс пасс, который хранит строчки уже, то есть трейн из строчек. А следующий мы делаем такой, сделали еще класс, tr-bulk, который хранит, который умеет, который, у него уже два типа. Первый тип у него, вот его декларация. Первый тип это у него тот тип, который он принимает как элементы, допустим, стринги, он готов принимать, вот как слева показывается. Мы ему прямо коллекцию стрингов вкладываем внутрь. А второй его тип это то, что он вернет через back. И получается, что мы этот T4 дважды к нему применим back-back и в конце получим трейн из шифтов. Может быть сложновато, но слайды останутся, вы сможете на досуге это поизучать. И давайте последний слайд, потому что кушать хочется. Теперь я вам покажу, да, как это почти последний шаг, как еще нам помогают вторичные секондарь и конструкторы, как я их называю. Вот если слева мы получим этот наш балк, который позволяет нам добавить, сначала мы его строим такой большой, а потом к этому трейну, смотрите, как удобно, у нас есть некий трейн уже построенный, мы к нему делаем, добавляем строчка, 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 потом два раза back и у нас получается трейн из шифтов. И мы это можем еще оптимизировать в этом балке конструктор, который позволяет в него же вкладывать эти строчки сразу в конструкторе. То есть нам не нужно сначала определить класс, а потом его модифицировать, сначала определить объект, создать объект, а потом его модифицировать, а мы сразу создаем одной командой, сразу создаем один объект, который нам является на выходе трейном из шифтов. Ну и последний слайд. Это реальный кейс из реального нашего компилятора. Слева мы имеем список, у нас статически определенный список, их там значительно больше, статически определенный список этих XSL трансформаций, они все лежат в класс пассе. То есть каждое это имя файла. А справа, собственно, конструкция, которая создает нам компилятор. Вот это и есть наш компилятор, он сделан такой одной конструкцией, мы ее один раз создаем, получается такой большой трейн из этих всех XSL, потом его отдаем в этот XSL line и говорим пропусти через него XML документ. Он его пропускает, на выходе мы получаем выходной Java код. Вот так выглядит наш весь компилятор. И что интересно здесь посмотреть, что мы его строим, у нас еще один такой класс, там TR лямбда, который инкапсулирует исходный трейн и плюс еще инкапсулирует некую лямбду, функцию. И в этой функции мы, ну для примера здесь интересно, мы каждому, при каждом переходе, при каждой XSL трансформации мы еще в этот XML делаем одинаковую операцию все время. Мы засовываем туда имя той трансформации, которая только что произошла. Ну для удобства трекинга, для удобства дебаггинга. Для того, чтобы все это вместе работало, вот оно в итоге собирается в одну большую такую конструкцию, в один большой объект. И получается все очень декларативно, не императивно, нет команды за командой, есть просто одно единственное построение большого объекта, и потом этот объект оживает. Ну вот так. Есть пример стек трейса ошибки? Стек трейса ошибки, если что-то идет не так. Ну он выбрасывает с большим количеством, конечно, он длинный стек трейс, потому что каждый из них, да, да. Ну он каждый класс свое напишет, да. Этот один, да, он конечно длинный будет, безусловно, но понятный, да, на мой взгляд, да. Как сделать, если, например, я хочу, чтобы какие-то этапы не логировать? Какие-то не логировать. Если мы хотим исключить какой-то логинг, потому что в данном случае логироваться будет все, чтобы весь трейс заворачивать. Как написать так, чтобы вот тебе есть с этапами, которые хотят не логировать? Какой-то один класс не логировать. В данном случае в такой конфигурации это невозможно. Но если мы хотим исключить, логировать их частично, тогда нам придется каждый из них вот сюда не, уже определять их не стрингами, а все-таки шифтами тогда. И каждый будет декорироваться отдельно. А нельзя как-то исключение делать? Ну не представляю точно как. Но можно написать какой-то еще один декоратор, который, допустим, будет, это TR-locked, он будет более умный, он будет там с каким-то условием внутри. Сейчас он TR-locked общий, он будет логировать все. Ну можно в него какое-то условие вставить. Ну такого у нас кейса не было. А включен или логирование? Например, так, да. Можно было бы написать еще один train, train airback, и в него заворачивается уже весь как большой train, и в данном вот эти вот эти вот точки камеры. И этот TRG, он бы возвращался, ну как-то там внутри вызывал. А, то есть чтобы убрать этот точка back совсем, да? Да, ну если совсем уже как-то декоративно. Хорошая мысль, можно об этом подумать, да. Чтобы это, да, действительно, чтобы не писать точка back, а чтобы сделать действительно полностью это декларативно, чтобы никакого экзекьюшена не было. Да, еще один декоратор, да, который возвращает назад. Только надо подумать с типами, чтобы там все сошлось, чтобы он понял, что он получает back. Но мысли хорошие. Может, доделаю. Напоминаю, как какой-то из примеров функционального программирования, когда есть массив действий и пропускается через какой-то класс, или что-то такое. Ну, что-то такое, да. Это очень похоже на функциональное программирование. Николай мне подтвердит. Да, а здесь получается у нас только такой декоративный язык. То есть мы здесь ограниченными возможностями просто обойти все по циклу и вызвать одинаковую функцию для каждого элемента. Здесь мы привязаны к тому, что должно быть… То есть у нас нет такой возможности здесь. Почему? Возможности сделать индивидуальный процессинг каждого? Нет, но если каждый из них обрабатывается одинаково, то мы можем взять функцию, в которой будет три вызова декоратора. И обычным циклом обойти каждую строчку, и в цикле будет вызов эта функция для этого. Ну, может быть, это такой подход, наверное, более классический, процедурный. Могли бы мы и так сделать, да. Но здесь была идея сделать так, чтобы нам было легко конфигурировать это все. Чтобы снаружи это выглядело для меня вот так. Чтобы я как можно меньше кода в итоге писал. Потому что я представлял себе, когда мы начинали это все, сколько будет этих Excel-трансформаций. И не хотелось с ними иметь дело поштучно. Хотелось, чтобы мы каким-то одним единым подходом могли менять всю линейку, весь pipeline процессинга. И получилось так, что вот этот весь код, который вы видите, это весь код нашего компилятора. То есть слева у нас много файлов XSL. Конечно, в каждом XSL у нас тоже там кода на несколько страниц. Но сам компилятор выглядит… Да, сам компилятор выглядит как вот справа. И это, на мой взгляд, прикольно. Маленький вопрос. Получилось здесь fail-fast или fail-save? Здесь fail-fast или fail-save? Я думаю, что здесь… Ну, fail-fast, я не знаю, наверное, здесь… К ошибкам здесь нет, мне кажется, пока отношения. Ошибки есть как обычные. Таких же Excel-трансформаций. В разных местах ошибки. То есть вот эти… Нет, он вывалится при первой же ошибке. Если он встретил ее, да, впервые. Но, кстати, интересный вопрос. Просто, допустим, вот у нас, видите, некоторые имена этих файлов errors называются. Видите, вот некоторые errors, а некоторые без errors. Вот там, где errors, это файлы, это XSL, которые добавляют ошибки в XML. То есть он находит какое-то несоответствие, допустим, как с дублированием атрибута X. И он добавляет туда ошибки. Вот много-много-много строчек, которые потенциально могли бы, допустим, self-naming, same-line names, там global no names, допустим, вы определили объект глобальный и не дали ему имя. Вот эта строчка напишет вам, этот XSL напишет вам. И когда вы закончите это все парсить, то в конце у вас может получиться XML, в котором 12 разных ошибок. И здесь мы что-то нашли, и здесь, и здесь. Если, допустим, мы хотим, чтобы мы падали на первой ошибке, чтобы был fail fast, тогда мы добавим еще один декоратор, который будет XML принимая, смотреть, а есть ли там уже найденные ошибки. Если есть, то он будет фейлить. У нас пока такой задачи не было. Сейчас мы собираем все ошибки до конца. Но если появится, мы легко это добавим. Да, вот давайте оттуда. Вопрос такой. Ну, во-первых, это похоже на членов responsibility. Вот, и, то есть, набор каких-то компонентов, которые производят эти трансформации, да, по очереди. Не было ли идеи немножко развернуть ответственность? Сейчас этот компонент, он пытается сам узнать, ну, то есть, знать и иметь это частью своей ответственности, какие трансформации нужны. Вот, не было ли, короче, идеи развернуть эту немножко ответственность, чтобы кто-то нам сказал, есть какой набор трансформаций, ну, образно какой-то IOC контейнер или еще что-то, да, и уже просто на основе, типа, вот у нас есть 15 трансформаций, сегодня, а завтра будет 25, мы построили такой более дженерик типа трейн. Ну, я большой противник всяких dependency injection контейнеров, мне хочется, чтобы все внутри было здесь, а не снаружи где-то, чтобы каждый декорат, каждый объект знал точно, что ему делать, а не ходил куда-то, спрашивал, что ему делать, поэтому мне такой инверс не нравится. У меня такой потребительский вопрос, а как это называется и где скачать, можете скинуть ссылку? А, следующий слайд, да. Да, как это называется, где скачать и как она запускается, она в Java запускается или это язык, который выплевывает Java? Это в Java, это в Java, это в библиотека на Java, да. Это библиотека на Java, да. Библиотека на Java, которая часть нашего компилятора, вот ее ссылка, посмотрите, она в виде шага. Там какие-то примеры тоже могут быть, как работать с ней, допустим? Ну, там в Redmi есть, да, если что-то непонятно сделать issue, мы расширим документацию, потому что пока мы ее для себя сделали, и она у нас используется, в Redmi очень куцый такой короткий, но она открыта, да, можно ее расширять. Вопрос по локированию sensitive данных, то есть пароли, там какие-то персональные данные. Допустим, в .NET в C-Sharp есть возможность просто на класс навесить атрибут определенный и эти данные там пометить, либо not locked, либо там маскировать их как-то. А есть ли подобный механизм здесь? То есть когда мы используем для всего объема данных, которые мы обрабатываем, логирование, и мы хотим вычинить определенные классы, определенные, может быть, элементы этого класса, чтобы они маскировались или не логировались. Это возможно? Ну, такой похожий вопрос был про логирование. Я думаю, что это должна уже система логинга делать. Мы используем slf4j, и она там настраиваемая, в ней можно сказать, что логировать, что нет. Ну, вот только через нее, потому что наш этот st-log, он кидает все в лог, а дальше уже как логинг-система решит, там она уже что-то пойдет в консоль, что-то не пойдет. Мы такой философии придерживаемся. Мне кажется, в принципе, так должно быть, что объект не должен фильтровать логинг, он должен максимально выкидывать все в лог, а дальше уже система логирования, она решит, что показывает пользователю, что нет. А я думаю, что разработчик должен по максимуму логировать, если это, конечно, не влияет на перформанс. Но надо стараться проверять, включен сейчас лог-левел, не включен лог-левел. Если он включен, то мы бросаем максимальную информацию в лог. Ну, мы такую стратегию везде используем. Мне кажется, она общепринятая. Спасибо за такой доклад. Я правильно понял, что вся логика анализа компилятора, она вот на этом языке XSL у вас написана? 99% ее процентов, да. Просто же ведь есть какие-то простые кейсы, типа проверка параметров, что они нейтральны. А есть, допустим, проверка на... У нас все сделано в XSL, весь компилятор написан на XSL. Единственное, есть небольшие блоки, допустим, когда мы собрали весь... Мощный язык, да, получается? Очень мощный. XSL, он полностью функциональный язык. Он как Haskell, ну, может, не такой, конечно, но... Ну, вот так они заявляют, по крайней мере. Он там функционально полный, на нем можно написать все, что угодно. Он обычный функциональный, как Lisp, да. Может, не Haskell, как Lisp. Круто, и про его небольшой вопрос. А вот ты сказал, что вы в Java его компилируете. Сколько мне известно, Kotlin компилируется в ByteCode. Почему вы решили в Java компилировать? Я не понимаю, почему Kotlin решил в ByteCode компилировать. Я когда-то, когда они его анонсировали на конференции на J-Point, я задал им вопрос, зачем вы сделали компиляцию в ByteCode, когда удобнее было бы в Java. Тогда бы мы все видели, что вы генерируете. Мы бы могли немножко поредактировать, там, покомплейнить, где-то вас поправить. Нет, мы сразу генерируем то, что никто не может прочитать. Мне кажется, это неразумно. Ну, немножко это, конечно, быстрее, потому что, ну, исключается шаг этой компиляции. Но это копейки по времени по сравнению с читаемостью результатов. Ну, смотри, сейчас я буквально два слова. Только я помню, что есть определенные фичи в Kotlin, которые, если верить в разработчику, в Kotlin не коммунистируются в Java. То есть, например, в царском функции, Гарутина, вот они поставили разработчику в Java, чтобы не коммунистировать. Ну, в этом бы случае делали байт-код хорошо, исключили бы какие-то ситуации, в них бы делали байт-код, говорили здесь вот. А у вас там красивая жалоба получается? Ну, она читаемая. Ну, она читаемая, она, конечно, не такая, как человек бы написал, но она читаемая вполне, да. И нам так удобнее, мы сами себя можем так отлаживать. Мы видим, что мы генерируем. Ну, как с байт-кодом работать? Ну, я сгенерировал байт-код, запускаю, он не работает. Следующий мой шаг, что? Перекомпилируй, что? Сколько я это буду делать? А так я прочитал Java, я понимаю, где она ошибается, где нужно поправить. Я даже иногда в Java меняю сначала, потом запускаю, понимаю, как оно должно быть, в итоге он начинает работать, я возвращаюсь в XSL и подстраиваю, чтобы он именно такую Java генерировал. Так. А отладчик запустить? То есть можно же байт-код, по идее, отлаживать? Ну, отладка – это не то, что должны заниматься программисты, на мой взгляд. Я считаю, что дебаггинг – это вообще плохая техника, но… Ходить вот так и в 7 и в 8 нажимать? Нет, в целом изучать так все, как работает в программе. Я такое не делаю, нет. Мы либо пишем юнит-тесты для того, чтобы подтвердить. Но отладка – это, не знаю, как часто вы делаете отладку. Общий совет, если вы делаете отладку, если вы нажимаете в 7 и в 8, значит, вы что-то не так в школе выучили. Ну, мне так кажется. То есть отладка… Ну, у меня даже целая статья про это есть. Отладки не должно быть. Должно быть нахождение проблемной зоны в коде, потом эта проблемная зона заворачивается в юнит-тест, то есть пишется юнит-тест, который повторяет ошибку, мы пишем тест, вернее, пытаемся написать тест, который повторит ошибку. Если у нас не получается, то есть мы пишем тест, который не повторяет ошибку, он проходит, а в runtime у нас ошибка есть в продакшне, тогда мы пишем уже тест интуитивно, пытаемся найти ту зону, в которой юнит-тест все-таки повторит ошибку. Но мы не делаем F7 и F8. Мы все время пытаемся создать юнит-тест и интуитивно повторить ситуацию продакшна. И мы делаем много тестов, еще, 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 еще. И пока мы дебаггинг, но это не дебаггинг, мы делаем такую работу по созданию большого количества интуитивно нам кажущихся правильных юнит-тестов. И в какой-то момент мы срабатываем, в какой-то момент юнит-тест фейлится. Мы радуемся, у нас наконец получилось, и дальше мы либо фиксим код, если юнит-тест достаточно маленький, либо если он был очень большой, то мы пытаемся опять найти интуитивно, в каком месте это все-таки ошибка была. В итоге мы сходимся к очень маленькому тесту, по пути мы создали их 15 штук, они все остаются в коде, чему мы очень рады. В конце мы фиксим тот самый маленький юнит-тест, и они все начинают работать. Так выглядит правильная отладка. А неправильно это F7-F8. Там, ну, гарбочки-коллектор распускаются, там кто-то чистит. Мне нужно понять, а как гарбочки-коллектор, ну, там, этот объект, при каких обстоятельствах, он мог почистить. Вопрос, как мне без ДДБ это сделать? Ну, раз вам понять, или как повторить такую же ситуацию? А как мне найти какие-то конкретные обстоятельства, это случилось? Вам нужно взять большой юнит-тест, который у вас уже есть, который повторяет эту ситуацию. Допустим, он совсем маленький. Попытаться сделать, если он уже маленький. Совсем маленький. Маленький я имею в виду, какой-то объем скоба функционалов. Ну, вот функциональный, а три строки. Строка запуска виртуальной, машины. Так это очень большой, это интеграционный целый тест. То есть вы охватываете весь функционал. То есть вы тестируете прям все. А вы теперь должны попытаться сузить это окно, сделать так, чтобы вы, допустим, старт не тестировали, даунтайм, не там, шатдаун не тестировали. Тестируют только выполнение какого-то блока. Попытались, сделали. Я тестирую выполнение блока. У меня все работает. Потом я запускаю виртуальную машину. Виртуальная машина запускает соответственно весь функционал. Муджет-компилятор, ГЦ, там может какие-то агенты, прочее. Вот у меня с этим всем падает. Значит, вы ищите тот узел, в котором она падает. А как его искать? Ну, интуитивно предполагаете, где это упало. Ну, вы сейчас давно с этим работали. Ну, предполагаете. Ну, пусть вы делаете предположение. Упало в этом узле. Потому что он не работает. То есть он делает гарбич коллегшем неправильно. Он это нажимает на таком-то алгоритме. Вы делаете под него юнит-тест. Не под всю программу. Он работает. Он работает тоже. Опять, у нас не получилось. Положили его в сторону, закоммитили. Дальше вы думаете, если он так работает, пытаетесь его переписать, чтобы все-таки он упал. Ну, как-то интуитивно пробуйте. И такой тест, и такой, и такой. Сделайте разные входные данные. Долго играете? Спишите 20. Они все работают. Они все работают. Это называется поиск кашей. 21-й у вас в итоге свалится. Вы тогда саксвейшем. Смотрите, еще раз я говорю. Все тесты работают. Допустим, в виртуальной машине несколько миллионов строк-кодов. Горбач коллектор где-то инвалидирует данные. Я могу запустить отладчик, под отладчиком, поставить hardware breakpoint, увидеть при каких обстоятельствах, где находится первый тред, который там исполняет, где находится второй тред, который это инвалидирует. Все эти знания вас говорят. Затем вас уволят, я приду, и опять буду отладчик запускать. Опять я буду узнавать, куда мне ходить, какие треды валидируете. А зачем ходить? Я знаю, как... Реанвуй, вас уволят. Нет, я не говорю, что не надо покрывать тестами. Абсолютно все тестами покрыто. Просто проблема в том, что где-то, допустим, я там, когда писал код, забыл написать там, ну, handle, ну, handle такая вещь, которая там позволяет карбач-коллектору. Это покрыто тестами. Но когда это покрывается тестами, понять из-за чего и где это упало, можно только при помощи отладки. Не достаточно сильно подритывается. Так, для отладки тестов мне нужен упасть. Приворожение отходит, потому что у него богатая онтайна, и этот контекст невоспроизводим. Получается... Какой контекст? Ну, вот эта ситуация, ошибочная ситуация. Виртуальный контекст, виртуальная машина и так далее. То есть вы написали такие тесты, которые недостаточно. У вас какого-то теста не хватает, который именно такой контекст вас производит? Такую ситуацию выспроизводит? Нет, в том-то и дело, что этот тест, он выспроизводит ситуацию. То есть, еще раз говорю, вот у меня, я запускаю, допустим, без гарбач-коллектора, тест работает, ну, потому что, соответственно, проблема в том, что он что-то не сделал, чтобы гарбач-коллектор знал про существование этого объекта. Я запускаю с гарбач-коллектором, тест перестает работать. Но при этом у меня, как бы, все, скажем так, я подключаю сразу всю виртуальную машину и ошибку локализировать в нескольких миллионах строк-кода. То есть я могу при помощи отлайчика за, ну, за час разобраться. Ну, это уже понятно, конечно, можно, но это не правда. Конечно, можно, но так сделайте бы один раз. А после Егора останется дофига тестов, которые потом... Да, после меня останется сотня тестов, которые будут все поддерживать систему. После вас останутся вы, очень хорошо знающие системы. Вас убрать, все опять развалится. После меня останется огромный футпринт моего всего серии. Ну, хорошо, тесты, какой-то из тестов упал. Что делать? Ну, если упал тест, мы смотрим на него. Если он слишком большой, если он покрывает большие функции, мы пытаемся его сузить. А как разобраться с тем, что именно заставляет этот тест упасть? Я говорю, сужать сколп функционал. Допустим, я написал тест, который запускает операционную систему Windows, ставит в нее драйвер мышки, и все падает. Этот тест очень большой. Он, да, фейнс, он красный, но он покрывает всю винду. Дальше я начинаю думать, окей, давайте ее сузим. Давайте попытаемся тест, который только этот драйвер тестил. Мы написали этот тест, и он, допустим, работал. Там был слайд, где слился массив шагов, файл поискировать на Java код. А можно написать XSL, который генерирует этот Java код? Да. И будет просто массив строчек, и что-то с ними сделать одно действие. Будет компилятор по-моему. Еще раз написать код, который? Написать XSL, который генерирует код справа, вот эти шаги. А потом взять этот массив строчек, к ним какой-то метод применить, чтобы из первого файла сгенерировался этот код, и к нему дальше передавались следующие. Например, массива. Весь компилятор получается... Получается, весь компилятор это массив, строчек, которому один метод применен. Например, ну или как-то. Ну, наверное, может быть. Ну, мы так далеко не пошли, но у нас пока так. Овер-овер, получается. Код, тонирование. У меня вопрос по докладу по Haskell. Я его, по-моему, дольше. Здесь, к сожалению, лектора не пишет, но вопрос в следующем характере. Какое-то, как адепто, насколько это вообще объект применил, мы накладываемся в ELV, накладываемся в первые поведения, если мы опускаемся на уровень матча, мы спускаемся до депутатизации, то есть мы всегда держим в голове, если там у нас с ССС, если там у нас с НОР, насколько это вообще полидно и напустимо ли. Ну, визитер это, конечно, решает. Все-таки визитер это хорошее решение, то есть он может уходить в биланды или расколы, но есть она разделяет типы ошибок H4, которые можно накапливать в абстракции, типа ошибок, которые... Согласен. Согласен. Ну, сейчас думаю, как это сделать по-другому. Если нам приходят результаты, в нем было сказано success и fail, то нам как действовать? То есть если ты хочешь какой-нибудь там опыт, нам все равно нужно какое-то решение принять, в лево или в право идти. Запустили, если я... Ну, кто-то должен его принять, просто объект на этот, значит, в success мы имплементируем один функционал, fail и другой. На мой взгляд, программисты склонны преувеличивать свои важность себя и свои конъюнтивные способности. Им нравится сделать что-то сложное, им кажется, что в этот момент их ценность возрастает. Это больше какая-то психологическая проблема, чтобы зарплату было... Ну, больше нам будут платить, безусловно. Я очень важный, меня никогда не уволит, потому что я знаю, как здесь все работает. А когда мы написали все, покрыли все тестами, меня легко можно убрать в проекте, потому что там все понятно, все покрыто. Я все написал для этого проекта, я вам написал, как обратите на IT. У нас есть группа ссишных программистов, с которыми мы работаем, и они постоянно одно и то же говорят. Мы не можем написать, они даже говорят, мы не можем написать у них тест. Ты, мол, не принеси программист, ты не понимаешь, как это сложно. Мы максимум, что можем написать интеграционный тест. То есть вызываем одной командой всю программу, и она либо работает, либо не работает. Я говорю, а вот откроем сейчас ваш ссишный файл, вот у вас функция. Вот как вы знаете, что эта функция работает? Вот с ней там алгоритм несложен. Вы ее как-то протестировали? Ну как? Мы же запускаем все вместе. Если бы она не работала, у нас бы все вместе не работало. И у них, получается, вот мы их ровно позавчера обсуждали проект, у них в проекте 400 интеграционных тестов. Ну, то есть каждый запускается с какими-то разными входами, это целиком программа. Все это занимает 40 минут. И получается, я говорю, хорошо, 40 минут интеграционных тестов. А если я как девелопер, я начинаю разрабатывать, я хочу написать какие-то изменения, я внесу эти изменения дальше. Мне ждать 40 минут, после изменения одной строки, и половина тестов попадает. И как я потом свяжу этот ваш интеграционный тест с моей строчки? Они говорят, ну-у-у. И там дальше начинается эмоция. Я им говорю, давайте возьмем ваш алгоритм маленький. Его протестируем. Маленький юнитетест. Кому он нужен? Он же ничего не тестирует. Это бесполезно. Мы же тестируем все. Мы же знаем масштабно, да. Мы целиком. Да, в итоге главная проблема, они же не связаны, нет же связи между интеграционным тестом и этой строкой. Я поменяю одну строку, упадет 14 тестов. Мне обратно ее поменяют, чтобы только ничего не упало. То есть как я смогу дальше разрабатывать? Я же не пойму, ну, где мне можно что менять, а где нельзя. Я буду... Лишние тесты. Да, я начну отключать лишние тесты. В итоге я останусь за стриме от тестами. Да, действительно. То есть это... И труд очень заставить их что-то сделать. Я говорю, делайте тесты. Они говорят, мы не хотим, потому что... Ну, просто нет нам, и все в этом проблеме. Просто не умеешь. У вас прямо из XML... В XML получается джавовское представление в итоге? Чисто из XML мы идем в одну большую SSL-трансформацию, джава. Прямо код на джаве. Прямо из тегов. Прямо из тегов идет в тег. И этот текст дальше комбинар. А с Java уже жава-компиратор запускается, он делает больше... Почему именно с Java? Ну, потому что нам байт-код ближе, нам как-то понять. Мы на Java программисты, да. Потом байт-код, да. А альтернативный вариант ты не рассматривали, там, не знаю? В раз... Geo-Native, там... Ну, пока нет. Ну, мы думаем же. А если в итоге приводится в Java, и ты видишь, какое Java получается? Да. Почему просто не писать так на Java? Ну, нам удобнее писать на нашем языке. Мы хотим... Наша фишка в том, что мы хотим наш язык, там, у него совершенно другие принципы программирования. У нас нет классов, например, у нас там только объекты, Java классы. Ну, да. То есть, у нас другая парадизия. Но этот проход, он нам очень понятен и прозрачен. Мы легко можем вместо дебаггинга мы написали кучу юнит-тестеров для каждого шага. Мы каждый микрошаг делаем, и к нему несколько тестов, которые проверяют, что в микрошаг сделаем правильный. Может, как-то... Пролесим на вход? На вход XML на выход. Да, и смотрим. Если подпадать это, то будет ли вот это на выход? И так много раз сравниваем. Про лесенки вопрос можно. Ну, от меня не раскидывает код, там у него 12. Такой ю-ю-ю-ю. Бывает, как и коротец, и сорок. 12 декораторов, да. И в конце импл, например, какой-нибудь. И внутри один маленький холл, да. В конце. Ну, там из универа приручают, что лесенки это плохо. Серьезно. Тяжело уже рефакторить, потом... А, ну, туда поставить. Все, флоба, иксов. Нет, вот именно. И сэмингом не пройдешь, да. Ну, да. Для дебаггинга неудобно, конечно. Потому что цель и структура. Ну, то есть, если в Javi это не сделали, значит, оно не было устремлено, а это будет... Нет, в Javi не сделали, потому что у них другая концепция. Например, у нас есть концепция копирования объектов. Объект мы делаем из него копирования. Это у нас повсеместно, везде. В Javi есть какое-то подобие клон, там, ну, это такое, неправильно. Ну, он и сделал, но это... Никто не помнит, мало кто вообще. У нас все на этом. Все на копирование объекта. Вот мы, ну, допустим, у нас есть то, чего нет совершенно в Javi. У нас, например, есть частичная инициализация объекта. Вот, допустим, представьте, в Javi здесь сделали new класс. Вот у нас здесь класс, там, какие-то атрибуты. Вы сделали new, получился объект. А дальше вы говорите, от этого объекта опять new. То есть добавить в него то, что не проинициализировали в том конструкции. Допустим, у вас там 4 атрибута, вы сделали new только с двумя. И отправили этот объект. Этот человек объект получил и говорит, а теперь от него new с вот этими еще двумя. А как же им это обидно сделать? Он им new-то был. Тот, который пришел в виде, он делает новое. В какой версии XSL используется? Ну, мы 2.0 используем. 2.0. А Саксон 11. Вот в этом большая проблема. То есть вы полностью вендоро-зависимые? Ну, на самом деле, XRZ тоже 2.0 поддерживает. Ну, он, наверное, единственный, кто... XRZ тоже Саксон. Мы саксон говорили. 11-я версия, она очень мощная, классная. А главный контрибьютор Майкл Кей? Да, у меня с ним интервью есть на канале. Вот мы с ним общались. Кстати, я ему рассказал, как он у нас компилятор устроен. Он прям говорит, я бы тоже так делал. Я утвердился в своей... Хотя это медленно. Есть недостаток у этого. Оно работает медленно. Тут второй вопрос вытекает. Вы используете промежуточный язык, протокол, по сути, XMLE. Да, да. Промышленный огромный язык. Да. Декларативный. Да. Альтернативная будущая, легкость, яму. У него схема тоже есть. Ну, яму в 100 раз слабее, чем XMLE. Ведутся разработки? В 1000. Ведутся разработки, да. Ну, да. Ну, он в миллион раз слабее. В XMLE можно сделать все. Там есть XSD, там есть XSL. Без XSL бы все это не существовало. Не знаю, как по-другому писать такой компилятор. Ну, надо через AST деревья, где вот там все эти GCC, Кванги. Ну, мне кажется, это как-то это вчерашний день. То есть, в принципе, вот эту разработку, сам компилятор, его он, как-то понятно, ну, открыто все один. Никакого Blackbox нет. Нет, нет, это консорсов проект. Это трансформатор XSL. Много XSL трансформаций. Они все тоже открыты, все в открытом ходе. Например, при каком-то... Энхэнснете этой разработки, то мы протокол просто можем поменять? Мы меняем XSL, да. Мы добавляем. Они у нас постоянно добавляются. Мы каждые несколько недель добавляем новую XSL какую-то. Ну, мы добавили буквально на прошлой неделе. Как порядок выделить? Ну, порядок, ну, эмпирически, да. Смотрим, как правильно. Какие-то есть критические шаги, но они уже давно прописаны. А есть просто какие-то дополнительные в конце, допустим. А если вот такая возникнет ошибка, человек вот так напишет, это неправильно. Давайте дадим шапом, что если вы представляете две позиции, то, например, оптимально получится, или это просто по порядку? Ну, просто по порядку. Просто они делают определенные шаги по порядку. Мне кажется, что скорость, перформанс мы подымем потом, какими-то усилиями, а вот читаемость и понятность мы никогда не исправим. Если мы сейчас начнем делать в ICT-A бинарную компиляцию, сразу все в бинарные данные, нам будет потом очень тяжело. Мы просто... Программисты должны будут быть очень умные, в 7 и в 8 нажимать, знать все про компилятор. Потеря одного программиста будет равна потере параллельного проекта. Это очень дорого. А просто ускорить компиляцию какими-то кэшами, оптимизациями, параллелизмом, это проще, чем терять программиста. Конечно, хотим. Там встал вопрос реализации синуса. Но так или иначе, все современные языки вызывают какую-то сишную функцию син, которая там где-то глубоко. А мы пришли к выводу, что надо свой синус написать на EO. Мы все написали на EO, стараемся, синусы и косинусы хотим на EO. Потому что мы хотим... Он написан когда-то очень-очень давно, он супер оптимизирован. Кто не знает, как он работает. Мы потому что хотим, чтобы это уже отдельная дискуссия, мы хотим, чтобы EO стал таким близким к системному языку, близким к ассендеру. И такой ООП-шный ассендер. Это наша большая мечта. Мы к нему пока еще не пришли. И поэтому мы хотим в итоге написать все, что написано сейчас на ассендере, написать на EO. Но это... Но я уже много файлов из-за работы. Много файлов? Да, понимаешь, что... А с помощью XML? Каждый файл свой XML. А как линкеров XML записать? А каждый делает свою Java, а Java уже линкуется. Линкуется на уровне Java. Есть уже какие-то проекты на его... Ну, микро-проектики, да. Мы на нем реализовали несколько алгоритмов классических таких для управления графами, чтобы показать, что он работает. Сделали на нем игру не в сложную. Live, знаете, игра жизнь, там, где креточки двигаются. Ну, мы на EO ее реализовали. Ну, вот такие микро-покаприложения. Веб-сервис мы еще не сделали. Пока это DSL. У которого идет трансляция в байткор. Да, пока это... Просто там Java технологически... Просто вставлено Java, чтобы на лопланет, в конце идет в байткор. А вы от ВЫЗ избавились в итоге? От ВЫЗ? Да. Нет, она у нас... Стоп, да, ВЫЗ у нас нет. У нас все декорируется отлично. Отлично. Я вот и думал, как вы ковыряетесь потом. Избавились. Выбирайте. Это близко такое нет. Так. Давай, давай. Спасибо большое. Все, приходите еще. Спасибо.